Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславис и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Боже, благородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувиму, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово, Рожешую и Сущую, Богородицу Тебя, величай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес Ты измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречисты Твоей Матери, Силы Честного Животворящего Креста, Святых Ангелов Наших Хранителей и всех ради святых, Помилуй и спаси нас, як во благе Си, и человека люби Сами. Боже, будь милостив ко мне грешного, создав имя Господи, помилуй меня. Весчислав, если грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец Наший, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешного Я, конечно, благое сотворил пред Тобою Но избави меня от мукавы Да будет мне воля Твоя Я сужденно отверзу Самое недостойное Восхолю имя Твое, Святое Отца и Сына И Святаго Духа, ныне и присно И во веки веков, аминь Святый Боже, святый крепкий Святый бессмертный, помилуй нас Святый Боже, святый крепкий Святый бессмертный, помилуй нас Святый Боже, святый крепкий Святый бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святый, посети и исцели немощи наше Имени Твоего ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков, аминь Отче наш, Иже и Сына небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле, хлеб наш насущен нашим днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем дожнюком нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука богом, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь. Поставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню пиемте сильный, свят, свят, свят и си Божий, Богородица и помилуй нас. Слава от Суи, Сына и Святому Духу, отодрая сна, возникнись, Господи, ум мой, просвети сердце, уснемо и отверзивая, ежепетить, а святая Троица, свят, 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 и си Божий, Богородица и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, внезапно судья приедет, и ко его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи, свят, 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 и си Божий, Богородица и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, от сна восстав, благодарю Тебя, всесвятая Троица, я ко многерой Твоей благости, долготерпения, не прогневался на меня лениво и грешно, не поубил меня со беззаконией моими, но человеколюб целуюсь ее обычно, и в нечаянии лежащего возбил меня и си, Вое же утреннике, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзли мои уста, поучатеса со всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и парите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечное, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Псалон сороковой. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь, Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его, Господь укрепит его на одре болезни его, ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. Если приходит кто видеть меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой и против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. Из того он знаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, А меня сохранишь в целости моей, и поставишь перед лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь. Салом 41. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к тебе, Божия. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду, явлюсь перед лицом Божиим. Слезы были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Воспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, Вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе, земли орданской, с Хермона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои, волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни Ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я с тех, кто я хожу от оскорблений врага, как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Суди меня, Божий, вступи в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отвинул меня? Для чего я с тех, кто я хожу от оскорблений врага? Пошли в свет твою истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твоей. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и призна, и во веки веков. Аминь Многомилостивый всемилостивый Божий мой, Господи Иисус Христос По великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати Если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом Истинно так, богатый состраданием и неизреченной в милости Ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую Спаси меня бы Ты, Бог мой и Создатель Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь Ты никаких дел, оправдывающих меня Но вместо всех дел да будет довольна верой моей Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной Да не похитит же меня сатана и да не похвалится тем, что отторг меня от Твоей Слова Божьей руки и защиты Но хочу ли я и не хочу, спаси меня, Христос, Спаситель мой Скорее приди ко мне на помощь, поспеши Я погибаю Ты, Бог мой, отщева матери моей Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех И вновь послужить Тебе без лености, как я прежде работал на сатану обольстителя Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу Во все дни жизни моей, ныне и всегда и во веки веков Аминь Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешным, не отступи от меня за невоздержанность мою Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела Прости меня все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем И садил меня рабом, достойным своей милости Аминь Пресвятая Владышица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами Отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего Уныние, забвение, неразумие, нерадение И все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца И от помрощенного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия Ибо Ты благословенна всех родов, и Твое пресчастное имя славится во веки веков Аминь Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем Скоро помощникам и молитвникам о душах наших Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего Яко родилась и Христа спаса, избавителя душа наша Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего Христа Господний Не остави нас грешных, упалающих на Те Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое Победа на сопротивные дары Твое, сохраняй крестом Твоим жительством Спасибо, Господи, помилуй от самого духовного Родителей, сродника, благодетелей Митрополита Марта, Николая, Агафангела, Тихона, Антония Священные Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергея, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея И Глебу не дай погибнуть Диаконов Евгения, Александра Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра Деодора, Митрополита Тихона и Лариона И весь священнический Что было еще уделять нуждающимся Господи Преобразуешь сердца в духовное Коснись Владимира Михаила Жозефа Рамзана Владимира Александра Дагена и Амана И дару милой дараю Россию, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде Где смуты и митяжи Этих смутьянов Алексея и ее укроти И покажи ту бездну Куда не заманывают людей митингами И все, что уводит от Бога и от тишины Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь Что жизнь нашу продлил и разум сохранил Дай нам желание трудиться, восхваляя Тебя Да будет благословен в нашей жизни этот день Которого никогда еще не было во Вселенной И мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем Но всегда во всем доверяться Тебе Полагаясь на твой промысел на нас Слава Тебе, Боже наш Помоги нам прожить этот день безгрешно Не нарушая Твои святые заповеди Ибо Ты сказал, что рожденные свыше Водимые Духом Святым Исполняющие Твои заповеди Названы святыми избранными Помоги нам, Боже дивный Оправдать эти названия Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Это тихая мирная ночь приближает встречу с Тобой О, Господи! О, Господи! Слава Тебе! Благослови болящую Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, Владимира, Николая И прещи добрые жители с детьми, любящими, знающими, уставы-то не святые И проложи путь тем, кто готовится к крещению Сопроводи их в селении Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Мы признаем, что нет иного Бога Ни под каким названием, кроме Тебя, наш любящий Бог Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе! Возри на угрозы Протейников истины Изливающих потоки лжи По зависти, по ненависти Быть может, уже похуливших Духа Святого Изрегая ими, да поглотит земля Да не коснется то ушей и сердец верующих И в судный день не помяни их безумие Ибо они знают, что худо творят И благослови, Господи, благодетелей наших Воздравим добром всей жизни и будущей Елену, Елену Людмилу Обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Удуар Ты показал, Господи, что Ты слышишь нас Мы просили об издании трехтомника Нового Завета И со всего мира мы получаем радостное известие Люди находят утешение и обращение через эти книги Мы просим, помоги нам издать этот четырехтомник В проповеди в стихах И в уже начале Трудиться над этим в типографии Благослови, Господи, издайте книгу к истинному православию Мы надеемся на помощь твою Пошли добрых помощников Которые прошли бы удалили все неровности и ошибки Слава Тебе, Боже наш Господи, оттяжку, недуга, пьянство Избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира Потерянного Александра найди, укажи, где он Блуждающих Алексея Сергея останови, да бы не обманывали себя и людей Слава Тебе, Господи Селение нашим живущим Благослови И найди новое душу Мы просим тебя, Господи Да бы чужие И пусть сюда забыли Аллилуйя Посети болящих Дай силу безропотно перенести страдания И пошли мы селения Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Геннадия Надежды, Людмилу и Любовь Алестину Валентину Александру Неанилу Слава Тебе, Христе Боже наш Слава Тебе Благодарю Тебя, Господи За друзей и за врагов За здоровье и за болезни По Твоему благоволению Все это может послужить Для спасения нашей бессмертной души Хвала Тебе, Христе Боже наш Господи Обрати все наше родство Идокию, Валентину, Ирину Татьяну, Марку, Нину Ольгу, Елену, Марию, Татьяну И путешествующих Господи Раису, Нва, Виктора Александра Константина Возврати и дела их устрои По боли Твоей, Святой Слава Тебе, Боже наш И наши сокровища Сохрани в Инкарнате Их администрацию Благостави и расположи к нам И трудящих на это поприще Благостави Игоря, Игорь, Дмитрия, Виктора Вячеслава, Владислава, Николая, Алексея, Гавриила И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина Германа, Александра, Симона, Леонтья, Валентина, Никиту Андрея, Марию Аллилуйя Упокою Господи в обители небесных Усокших отец и братья наших Родителей, сродников, благодетелей Всех православных христиан Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил Прости всякое согрешение Вольное и невольное Душам нашим полезное сотвори Господи, благослови Михаила, Елену Романа Екатерину И жилище их устроить, как должно быть И через их слово Обращай людей там Чтобы дом мог превратиться, как в храм Как было у первых апостолов Когда они не имели Ни одного храма по всей земле Но ежедневно собирались по домам Утешь их твоим присутствием И соседей И на работе, где они Расположи к ним Слава тебе, Христе Божий наш Слава тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня Грешного, слава тебе наш Бог Иегова, Ауа, Отче Свят, свят, свят Господь Савао, вся земля Полнослава Его, Аллилуйя Слава Вышней Богу На земле мир Человек от благоволения Благодарю тебя, Господи, Божий мой За тот день, который дал мне Веру в тебя, страх пред тобою И ожидание суда Божия Благодарю тебя, Господи, Божий мой За тот день, который дал мне Святую Библию И указал он толкование Святых отцов и канон и церкви Как на истину Божий, в вечности воздай Милостью твоим всем Кто трудился над моей душой И возрастанием ее в тебе Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну Пресвятая Госпожа Богородица Приск на Дева Марии Матерь Христа Бога нашла Спаси нас молитвами твоими святыми И покроем оформ в любви От всего, что не славит Господа От злодействующих против нас Умягчи их сердца И примири с нами Если угодно тебе, Господи Благослови всех, кто помогал нам Совершить миссионерское путешествие Благослови Николая Виктора Павла, Генаиду, Владимира Дмитрия, Надежду Сергея, Людмилу Наума Валентину Самиру Тамире, Тимуру Рустику Да истинную Христову веру Дабы не верил уже пророк Благослови Ирина Всех одержимых злым духом Избавить его Слава тебе, Боже наш Слава тебе Ангел Христов Хранитель мой святой Моли Бога о мне гречи Благодарю тебя, мой добрый ангел Сколько лет ты хранил и защищал меня От видимых и невидимых опасностей И повреждений Не покинешь смертный час Когда душа будет разлучаться от тела И провели душу по мытарствам Страшным и непонятным И веди ее навеки Вечное Царство Христа Бога нашего Аллилуйя Иоанн Креститель, претещий Христов Моли Бога о нас Научи нас, Господи Жить и в бедности Имея пропитание, одежда Быть благочестивым и довольным Никогда не роптать Никому не завидовать Быть во всем экономным И помогать нуждающимся И каждому дару доброе жилье И Сергею Горелу Святителя Христов Никола Мерликийский чудотворец Образ кротости Моли Бога о нас и о нашей живности Через которую Господь облегчает Наше пребывание на этой едуле печали земле Слава тебе, Христе Божий наш Молите Бога на святые пророки Божии Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи Езра, Неми, Амор, Наум, Исаия, Иеремия Варуха, Зеки, Иосия, Иаил Агей, Сафония, Захария, Малахия Давид, Нафан, Данил, Отрок И пророк, Ихи, Авраам, Исаак, Иахов Да исполнит Господь духом Пророческим церковь твою Да бы день прихода то у нашего отшествия Не засталось и готовыми Но чтобы мы вышли на встречу тебе, Господи С горящими святильниками истинной веры И сосудами полными Илея добрых дел Соделого в руки святом и с любовью Аллилуйя Молите Бога о нас Святые ангелы и архангелы Хирургимы и Серафимы Всенебесные силы и престолу Божию Предстоящий Святые апостолы, Петр и Павел Евангелисты, Матфе и Марк, Лука и Иоанн Да дарит Господь нам жажду Исследовать священное писание Ибо через них мы думаем Иметь жизнь вечную А они свидетельствуют о тебе Аллилуйя Молите Бога о нас Святые мученики Игнатий Болгоносец Поликарм Смирский и Устинский философ Касмайя Дамиян Андрей Стратилат Иерон мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфимий Комедийский Георгий Победоносец Пантелеимон Сорок святых мучеников Царь Николай Святое царское семейство Владимир Днямин Осипа Бориса Иглеб Да укрепит Господь народ свой Да бы никто не принял Начертания Зверя Антихриста На щелой или правую руку Господи Благослови Братья наших Взятых из домов Их И отправлю их на промок Без их желания Господи Не допусти Чтобы они осквернились Себя Пролитием Чужой крови Ибо Слово Твое Говорит Взявший меч От меча Погибнет Кто ведет Плен Сам пойдет Плен Коснись их Сердец Даруем Истинное Духовное Рождение И ревность Чтобы они Там были Светильниками Как город На вершине Горы Благослови Никиту Александра Максима И томящихся Вузах Тюрьмах Лагерях Психиатрических Темницах Детей твоих Выведи их Оттуда Если угодно Тебе Но и там Что они Были твоими Свидетелями Монаха Сергея Владислава Илью Вара И неведомых Там страдальцев Пытаемых Убиваемых В мусульманских Странах Ежедневно Приготовив Народ твой К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю вселенную Господи Обречи Правители мира И священцы Обманывающие людей Что будто бы От предсказанных Тобою Казней Всемирных Можно избавиться Какими-то Ассамблениями Согласными Договорами Изобретениями Изобретениями Медицины Все это Сатанинская Ложь Твои Пречистые Уста Произнесли Этот приговор Уже Над землей Что будут Глады Моры Землетрясения Войны И восстанет Брат на брата Народ на народ И царство На царство И кто Тогда Спасется Господи Твои Пречистые Уста Добавили Что Сему Надлежит Быть Содом Не мог Остать Он Сгорел Земля Превращается В Содом Столько Извращений Столько Безумия Люди Ничего Не хотят Слышать И видеть И ты Полагаешь Предел Существования Этой Земли Но перед Этим Хитростью Человеческой Третий Час Человеческой Исчезнет Два С половиной Миллиарда Это страшно Сказать Что еще Будет Научи Нацените Это доброе Мирное Время И молиться За правителей За начальствующих Священства Аллилуйя Слава тебе Божий наш Слава тебе Благослови Никиту Виталия Николая Дай им желание Трудиться В поте лица Добывая Свой хлеб Кроме тебя Нет Иного Бога И мы Свидетельствуем Это Перед Всем миром Прибудет С нами Владыка И благослови Прими Нашу молитву Издеяния рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Пресолом Благодати Твоей Божией И соедини Наши молитвы С молитвами Всех святых Молящих И тебе На небе И на земле Ты Бог Сотворивший Этот мир И сохраняющий Его Как зиждитель Ты Господь Знающий Все Прежде Бытия Боже Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам Любящий Наш Отец Небесный Ради Голговских Страданий И пролитой Крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас Грешных Прими Исполни Наши Наши молитвы О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Их Господи И помилуй Мы Взываем О незаповедавших Кого знаем Кто уже Здесь Приходит И участвует С нами Молитвы Даруем Даруем Духовное Рождение Чтобы Примирились С Тобой Ищери Жертву Сына Твоего Иисуса Христа Ибо За гробом Нет Покаяния Тебе Божья Хвала Тебе Слава Чести Поклонения За те Твои Милостей Ищи Дроты Отец Сын Святой Дух Аминь Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Рабы Твои Голос Твой Аминь Мир всем И доброе утро Всем С праздником Если кто не знает Что оно означает Вознесение Хотя есть Вознесенские районы Фамилии Вознесенские Рождество Знают Спрашиваешь Вознесение Христос Вознесся А в чем праздник Праздник Для нас Не для Бога А он состоит В том Что Человек Сотворен Из земли Из праха Это начаток А потом Вторично Долу Его дыхание Жит Душу бессмертную И этот труп Лежал человек Как Будто бы Где-то в музее Глиняный Или из воска И вдруг Зашевелился Открыл глаза И там Все в этом человеке Каждая жилка На месте Абсолютно Все на месте Много Еще сегодня Не исследовано Как это так Совершается В человеке Что мы смотрим В перевернутом виде Должно Отображаться На экране А оно Прямое Почему Спереди И сзади Все Господь Сделал Снизу И сверху Все обдумано И мы должны Сказать Начаток Прекрасен И Златоуст Говорит Вот этот Начаток Тело Земное Полученное Через три Снадьеву Марию Иисус Ставший Спасителем Мира Грехи мира Взявший На себя Вознес На небо Для человека Что было понятно Говорится Простым языком Он как бы Показывает Руки свои Ноги Пронзенные Рану В боку И говорит Отец мой Этот грех В чем он Сейчас кается За него Смерть Но эту смерть Я взял на себя Как его руки Распростерты Познайте Что такое Любовь Что высота Глубина Широта Высота Златоуст Просто объясняет Широта Та Что он Обнимает Всех И зовет К себе Глубина Та Что погруженный В землю Разрушил Твердыни Ада Высота Та Что восходит На небо Как лестница И долгота Та В бесконечную Вечную Жизнь Вводит Нас Вот что Такое Любовь Превосходящее Человеческое Разумение И сегодня Он этот Начаток Плоть Уже не такая Какая была А которая Через закрытые двери Проходила Он вознес На небо И ходатайствует За нас Его распростертые руки И мы под ними Скрываемся Как под завесу А на нас идет Кровь Еще объяснение Дается И мы очищенные Его любовью Что он умер За нас Смело Называем Бога Отцом Своим Вот принесите Ему лучшую одежду В крещение Все вы Во Христа Крестившиеся Во Христа Были Конечно Если правильно Крещены И дальше Все что касается Он был Сын мой Мертв Я жил Жертвой Христа Пропадал И нашелся Мы расслышали Голос Божий Вера Это отслышание Не от того Что ты в храм Ходил А слышание Не от бабушки Только Но от слова Его Что он умер За нас Вот был Один такой Человек Он не православный Он говорил В мире Есть Одна книга Библия И одна Личность Христос Вот Мы даже Не наше Сказано Но сказано Как точно И кратко Мартин Лютер Сказал это И он сказал Ничем не занятая Душа Хорошая Кузница Сатаны Ничего делать Нечего тебе Выйди на улицу Посмотри на все Прославь его Хотя бы про себя Никогда не позволяйте Спать днем себе Возьмите за правила Спрашивает Как он Спрашивает Неоднократно Мне вот 10 июня Уже рядом Будет 84 А что я в жизни Прошел Меня и выкручивали И подвешивали И накачивали Как бочку делали Медицина Чтобы отрекся Я живу 84 Как Надо каждый день Считать последним Я говорю И тогда у тебя Будет радость Такая Что опять утро И опять Я в этот день Вошел Господи Слава тебе Вставать всегда В 4.40 Ну кроме Пасхальной ночи Рождественской Когда ночью Пробыли в храме Все может быть 2-3 дня Таких нет И никогда Никогда Днем не ложиться Сон одаревает Присядь вот так вот А пресс головой Ну и заранее Скажи Сколько тебе Так сидеть Я рассказываю Вот когда Сколько 15 минут Через 15 минут Никого нету В стенку Подбегу к дверям Кто Никого нету Завтра думаю Я проверю Друг 20 минут Ровно через 20 минут А спать охота Потому что Бывает задерживаться А вставать-то В одно время надо И этому Приучать надо Детей Дети Которые у меня Были в лагере Под дедовщину Ни один не попал А почему Они послушные Это главное Чего не хватает У сатаны Смирения И послушания Это Немного Перед тем Как Дальше будут Начнение Слова Божие У нас считается Новый завет Столкования Блаженного Фетилакта И считают Наши Две Сестры Взявшие Добровольно На себя Я могу Назвать это Подвигом Несмотря на Разницу В меридианах Параллели У них Всего Сейчас на 4 часа Даже разница Все равно Здесь Одетые По форме Сидят И они Считают Слово Божие Хапилина Валентина Сергеевна Симоненко Ольга Николаевна Так Радостное Известие Для нас Типография Начала Печатать Первый том Мы сразу же Перекинулись Кислену Православию Нам Нужны Корректоры Я уж Не говорю Что такие Корректоры Как Камерати Ирина Она Все буквально Ну Активнее всех Работала Мы ее Приглашаем Дорогую Сестру Нашу Вот Я бы взял Там Всего 480 Страниц Это Меньше Чем Другие Там 882 Страницы В проповеде В стихах 4 тома А последняя Даже еще Больше На 9 Страниц И вот Надо Начинать С фотографиями Уже Переслали Всего Я отобрал Отобрал 96 фотографий И на 64 Страницы Надо Расположить Сироткин Николай Этим Занимается Очень Очень Активный Сколько Он много Сделал И вот Сейчас Теперь Уже Главное Это нам Корректуру Провести Они Были Под Корректурой Эти Книги Но Находят Новые Запятые И все Правильно Ни одной Книги Нету Библии Даже Буква Кверх ногами Буква М Нашли Почему Техника Она бывает И выбрасывает И Заменяет Без нас Итак Если у нас Есть Кто Хорошо Знает Филологию Я Попрошу Выйти Сестру Ирину Кондратюк Чтобы Она Возвела Под свою Опеку И Выйти Главное На Вячеслава Он Скажет Кому С какой Страницы Читать И Сразу Выделять Красным И Меня Или Спросить А лучше Сразу Заменять Все Е На Йо Где Это Йо Слышится Все Поэтому Думаю Что Ошибок Не так Много В Тихотворениях Вот Которые Там Немного Ошибок Было Это Уже Надо Сделать Сегодня Итак Дорогие Сестры Ваше Время Благослови Господи На чтение Священного Писания С толкованием Блаженного Феофилакта Дару Разумеет Написано Исполнить Волю Твою Во славу Имени Твоего Святаго Послание К евреям Апостола Павла Девятая Глава С пятнадцатого Стиха И потому Он Есть Ходатай Нового Завета Дабы Вследствие Смерти Его Бывшие Для искупления От преступлений Сделанных В первом Завете Призванные К вечному Наследию Получили Обетованные Толкование Очевидно Смерть Смерть Христа Смущала Многих Из Более Немощных Если Он Умер Говорят То Каким образом Даст То Что Обещал Каким Образом Он Даст То Что Обещал Теперь Павел Устраняя Это Смущение Показывает Что Именно В силу Того Что Он Умер Завет Его Является Твердым Ибо Не Говорят О Завете Живых Ради Этого Говорит Ради Того Чтобы Очистить Нас Он Умер И В завете Оставил Нам Отпущение Грехов И Вкушение Отеческих Благ Став Ходатаем Между Отцом И Нами Отец Не Хотел Оставить Нам Наследство Он Разгневался На Нас Как На Сыновей Отступивших От Него И Сделавшихся Чуждыми Поэтому Христос Стал Ходатаем И Умолил Его Каким же Образом То Чему Должны Были Подвергнуться Мы Ибо Нам Должно Было Умереть Он Сам Подъял За Нас И Сделал Нас Достойными Завета И Завет Снова Утвердился Смертью Сына Так Как Этот Завет Доставил Наследие Недостойным Ибо Завет Одних Считает Наследниками Слушай Завет Христа Хочу Чтобы Там Где Я Иоанна 17 24 Других же Лишенными Наследие Не о них же Только Молю Но И о Верующих Меня По Слову Их Иоанна 17 24 Завет Имеет Свидетелей Свидетельствует О Мне Отец Пославший Меня Иоанна 8 18 И Утешителей И Утешитель Будет Свидетельствовать О Мне И Вы Будете Свидетельствовать Иоанна 15 26 27 Стихи Видишь ли Что Смерть Христа Была Ради Нашего Искупления Посему Как же Ты Думаешь Что Она Немощна Когда Она Настолько Могущественна Что Исцелила И Преступление Бывшее В законе Итак Зачем Ты Обращаешься К Закону Настолько Немощному Что Он Не В Состоянии Был Исправить Преступлений Бывших В нем Не Потому Что Был Дурным Но Потому Что Был Немощен Если Бы Смерть Христа Не Освободила Нас От Грехов Которыми Мы Вооружили Против Себя Отца То Как Мы Получили Небесное Наследие Выражение Призванные Обозначает Что Вначале Бог Был Расположен К нам Как Отец К Сыновьям И Мы Были Призваны К Наследию Впоследствии Жи Грехами Мы Сами Себе Сделали Недостойными Этого Наследия 16 Стих Ибо Где Завещание Там Необходимо Чтобы Последовала Смерть Завещателя Толкование И так Да Не Смущает Вас Смерть Христа Ибо Если Бы Он Не Умер То Не Установил Бы Завета Чтобы Мы Были Наследниками Ибо Несомненно Что Завет После Смерти Получает Силу И Мы Совсем Были Бы Недостойны Наследия Так Как Не Была Бы Разрушена Вражда 17 Стих Потому Что Завещание Действительно После Умерших Ибо Не Имеет Силы Когда Завещатель Жив Толкование Читай И Понимай Это В виде Вопроса 18 Почему И Первый Завет Был Утвержден Не Без Крови Толкование То Что Говорил Он Доказал Не Одним Только Общим Обыкновением Но И Событиями Ветхого Завета Что Еще Более Убеждало Евреев Почему Говорит То Есть Так Как Необходимо Чтобы Смерть Предшествовала Завету То Поэтому Первый Завет Был Утвержден Не Без Крови Кровь Символ Смерти Но Там Кровь Ангца Ибо Ветхий Завет Был Образом Здесь Когда Воссияла Истина Сын Божий Плотю Умер За Нас Что Тоже Значит Был Утвержден То Стал Действительным Ибо Никаким Другим Образом Он Не Получил Б Начало Действия Если Бы Не Предшествовало Излияния Крови Девятнадцатый стих Ибо Моисей Произнеся Все заповеди По закону Перед всем Народом Взял Кровь Тельцов И Козлов С водою И шерстью Червленую И сопом И окропил Как самую Книгу Так и весь Народ Толкование По закону То есть Как Бог Законоположил Чтобы Заповеди Его были Объявляемые Вслух Всему Народу Или Все заповеди По закону То есть Что было Положено Законом Почему же Были Окропляемые Книги И люди Или Потому что Издревле Предизображалась Честная Кровь Кою Окропляемся Мы И сердца Наши Ибо Сердца Суть Книги Так и выше Он сказал Вложу Законы Мои В мысли Евреям 8.10 Вода Символ Крещения Здесь берутся Кровь и вода Быть может Для обозначения Того Что из ребра Господа Истекли Кровь и вода Быть может И потому Что крещение Символом Которого Служит вода Возвещает Смерть Господню Знак Которой Кровь И соп Он же употреблялся Как вещество Сгущающее По причине Его плотности Для подобной же цели Служила И шерсть Или Так как Христос Агнец Поэтому и шерсть Червленая Чтобы По цвету Она имела Образ Крови 20 стих Говоря Что кровь Завета Который Заповедал Нам Бог Толкование Христос Жи Говорит Сие Есть Кровь Нового Завета Во оставление Грехов Матфея 26 28 Там И не Новый Завет И не Оставление Грехов Посему Видишь ли Что Кровь Он Назвал Заветом Так что Необходимо Разуметь Смерть Где Говорится О Завете 21 стих Так же Окропил Кровью И скинию Все сосуды Богослужебные Толкование И это Было Прообразом Ибо скиния Это мы Согласно Следующим Словам Вселюсь В них И буду Ходить В них Второе Коринфянам 6 16 Мы И сосуды В большом Доме Божием Одни золотые Другие Серебряные Второе Тимофею 2.20 Итак Мы были Окроплены Истинной Кровью Христа И освящены Будучи Крещены В смерть Его 22 стих Да и все Почти по закону Очищается Кровью И без пролития Крови Не бывает Прощения Толкование Для чего Прибавил Отнюдь Для того Что нам Не было Несовершенного Очищения Для того Что там Не было Несовершенного Очищения И несовершенного Отпущения Грехов Ибо Как это Возможно Когда Грехи Не отпускались 23 стих Итак Образы Небесного Должны Быть Очищаться Должны Были Очищаться Сими Самое Небесное Лучшими Сих Жертвами Толкование Небесными Небесными Называет То Что у Нас Что касается Церкви Выше Сказано В каком Смысле Церковь Неба Посему Образами И прообразами Наших Священодействий Было То Что Употреблялось У Иудеев Поэтому Очищались Кровью Козлов И Пеплом Телицы И Прочими Столь же Незначительными Вещами Самое Женебесное Подразумевается То Что Принадлежит Церкви Нам Так Как Наши Лучше Иудейских И Лучше Настолько Насколько Небо Лучше Земли И Действительно Им Обещаны Земные Блага А Наше Наследство Небо То По Всей Справедливости Наши Священодействия Достойны Лучше И Более Величественной Жертвы Крови Сына Божия Очищающий Нас Более Совершенно Таким Образом Смерть Христа Произошла Не Только Для Утверждения Завета Но И Для Совершения Истинного Очищения Очищения Души О Благодеяниях Жесмерти Он Напоминает Потому Что Многим Она Оказалась Бесчестной И Особенно Крестная Смерть Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Дلف Слава Тебе ПГО Тебе Слава Продолжение следует... Продолжение следует... С праздником всех! С праздником! Аминь! Спаси Христос! Все, с Богом! С Богом! Аллилуйя! С Богом! Храни все Господь! Аллилуйя! Так, что я наказываю вам? Давайте об этом взрывать! С сестре, которая сделала операцию, все благополучно, Людмила, жена дьякона! Все на этом, отхожу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok